Просыпайся Раздели радость с друзьями Тебя ждут удивительные приключения Дыхание природы поможет тебе во всем Жизнь преподносит тебе уроки Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности Книга джунглей Мир в лесу Сионе И куда же они направились? Книга джунглей Как все прошло? Они пошли на ваши условия? Шерхан им помогает, нелегко будет с ними справиться Шерхан? Я тоже была в шоке И подумать не могла, что они в сговоре К чему это все приведет? Это же означает, что бунта находится под руководством Шерхана А Шерхан хочет где-то использовать бунта Что же это такое? Это захват Нужно использовать силы всего леса И прогнать из него врагов Ведь они же планируют завладеть всей добычей Я никогда не позволю ему это сделать Никогда! Но это просто моя догадка Их объединение может быть просто целью поохотиться И все Они оба старые, одинокие животные Я не думаю, что у них намного и хватит ума Я по-другому думаю Это захват Именно это они задумали Я уверена в этом От них можно многое ожидать Ну и что же нам делать? Скажем старейшине, и он снова всех созовет? Подождем Лучше мы ненадолго оставим это между нами Подождем И посмотрим, как бунта со своим приверженцем будет себя вести Я не думаю, что было бы лучше всех сейчас завести Ты права, Лури Ты абсолютно права Нет смысла всех сейчас заводить Ждать, наблюдать и придумывать какой-то выход из всего этого Ладно, давайте подождем Но, Лури Ты воодушевлена Ты настоящая жена Александра Я тобой восхищаюсь Ты молодец? Действительно, я тоже тобой восхищаюсь Боже мой, Багир, Балу Я просто понимаю, что сейчас для нас, Волков, наступил решающий момент Это правда В силу своего возраста Акела уже не может руководить стаей Поэтому волкам необходимо действовать совместно Правильно, правильно Правильно, правильно Мы что-нибудь придумаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ Очевидно, это набег. Притом очень и очень грязный. Это подло. Это противоречит законам джунглей. Но собирать огромное количество добычи, придав при этом товарищей, это очень серьезное нарушение закона. Этого нельзя прощать. Да, нельзя прощать. Месть! Нельзя! Выгнать их! Тихо! Действительно, это набег против всех норм закона. И этого прощать нельзя. Их нужно судить и либо наказать, либо выгнать. Третьего не дано. Уничтожить! Да, смягчим. Их надо уничтожить! Тихо! Но для того, чтобы судить, в лесу должна пролиться кровь. Кровь кого-то из нашего племени. И мне это не нравится. Я хочу этого как-то избежать. Избежать этого кровопролития. Я считаю, что этого можно избежать. А что ты предлагаешь сделать, старейшина? С ними надо поговорить с глазу на глаз и убедить их уйти. Это единственный способ. Но они не будут слушать наших доводов. Вспомни, как он чуть не убил Лалу. Что ты делаешь? Лалу! Лалу! Я понимаю, что он очень плохой волк. Но если я встречусь с этим старым, слабым, готовым умереть волком и поговорю с ним, то, по-моему, он меня послушает. Так не пойдет. Да, нельзя допустить, чтобы старейшина так поступил. Мы одни можем это сделать. Месть! Эти трусы никогда не поймут наших чувств. Да, точно! Никогда! Доклад! Чрезвычайный доклад! Горячие новости! Что случилось? Что? Они идут. Идут сюда. Кто? Угощение! Угощение? Он говорит, угощение. Три огромных буйвола. Они только что пересекли реку Вингуанга. Охота! Охота! Нельзя им дать уйти. Подкрепимся перед бунтом. Да, точно. Подождите. Я сказал, подождите. Нельзя действовать, пока старейшина не дал указаний. КОНЕЦ Возвращайтесь назад! Охота закончена! Все возвращаются! Возвращаемся! Возвращаемся! КОНЕЦ В любом случае, на Охоте должен был кто-то руководить. И сегодня вы должны были получить хороший урок. Извини. Я больше никогда не буду действовать самостоятельно. Но мы не можем допустить, чтобы бунт и его банда продолжали этот беспредел. Если они захватят наши земли, то для нас это вопрос жизни и смерти. Я надеялся, что не придется проливать кровь, но... Я больше не буду терпеть. Давайте подумаем, как от них избавиться силовым методом. Правильно! Давайте! Сделаем это! Это единственный выход. Покончим с ними! Да-да! Наших врагов всего трое. Мы не можем проиграть. Мы никогда не проиграем. Точно! Давайте выкинем их отсюда! Выкинем их! Мы будем драться. Но наших врагов не трое. С ними шарханы табаки. Я понимаю твои чувства. Давайте на сегодня закончим. Я продумаю стратегию завтра. Все соберемся здесь. Рада, что ты не упомянул об этом. Нельзя себя вести так беззаботно. Мы должны вести себя аккуратно. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Поэтому я и решил, что сначала должен поговорить с тобой. Да, нужно быть хладнокровным и сдержанным. Здесь слишком жарко. Срочная ситуация. Если вы разрешите, я сам убью этого бунта. Разрешите. Я размажу его по земле. Не надо. Я бы тоже это сделала. И даже не посмотрела бы на шархана. Но нам придется уйти на задний план. И просто предлагать свою помощь волкам. Это все, что мы можем. Понимаю тебя, Багира. Но мама, что же нам делать? Сказать старейшине и сменить стратегию или ждать и наблюдать? Ты сказал, что собрание завтра. До этого я встречусь со старейшиной. Потому что у меня тоже есть идея. Идея? А какая? Расскажи. Я не могу тебе сказать. Дождись завтра. Если получится, то все наладится без крови. Старейшина, это Лури. Я хочу поговорить с тобой. Лури? Минутку. Доброе утро, Лала. Как ты рано. Ты хочешь повидаться с дедушкой? Да, он дома. Но эту ночь он себя плохо чувствовал. Но сейчас ему вроде лучше. Все-таки возраст. Но увидеть его можно? Да, конечно. Что? За всем этим стоит Шерхан? Да. Багира видела Шерхана и Бунта вместе. Поэтому не должно быть никакой ошибки. Если здесь замешан Шерхан, то рано или поздно он появится вместе с табакей и гиенами. Тогда не просто прольется кровь. Мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям. От них можно всего ожидать. Старейшина, разреши мне сказать, что я придумала. Идея хорошая. Почему бы в такой ситуации не попросить о помощи Харти? Что? Слона Харти? Единственный, кто хоть как-то может повлиять на Шерхана и Бунта, это Харти. Попроси Харти заставить их убраться. Я думаю, это единственный способ не допустить кровопролития. Так. Попросить Харти. Я об этом даже не думал. Я думал, волки сами должны справиться со своей бедой. Это хорошая мысль. Старейшина, если вы не против, может, я пойду поговорю с Харти? Как вы думаете? Я думаю, что было бы неплохо, если бы ты поговорила с Харти. Раз ты так решительно настроена, иди. Спасибо. Тогда я пошла. Лурия, я тоже пойду. Не волнуйся, лучше расскажи обо всём Маугли. Я думаю, он ждёт и переживает. Лурия, я тоже пойду. Лурия, я тоже пойду. Идут! Они идут! Мама! Маугли! Привет, Маугли! Давно не виделись. Привет, Харти! Если эти пронеры будут вам мешать, то просто уберите их хоботом или топчите. Понятно? Что это? Волки с Харти? Они обратились к Харти? И что, Харти с нами сделает? Ну, я не знаю. Может сбежать? Это же небезопасно. Дурак! Нет причин убегать. Но если они нападут на нас вместе с волками, то мы точно проиграем. Чёрт, замолчи! Харти просто большой, но он очень старый слабый слон. Нам нечего бояться. Но, босс! Бунта, нам надо всё обдумать. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что мне лучше уйти. Занимайся сам всем. Бездомный, ни для чего не годный волк Бунта. Я всё знаю о твоих непростительных преступлениях. И я, Харти, запрещаю тебе оставаться в этом лесу. Уходи немедленно. Но, Харти, что мы такого сделали? Я не понимаю. Никаких оправданий. Либо ты уходишь, либо нет. Если ты откажешься уйти, Бунта, я сломаю твою шею своей ногой. Я понял. Понял, понял. Вы хотите, чтобы мы ушли? Хорошо, мы уже уходим. Музыка. 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 Поймал. Потрясающе, Маугли. Привет, мама. Маугли, ты хорошо поработал, не так ли? Мир вернулся в лес, Маугли. Поэтому, почему бы тебе не продолжить тренировки с клыком? Не могу расслабиться. Никогда не знаешь, когда нападут враги. Во время охоты надо себя хорошо показать. Нужно ли человеку становиться сильным? Как ты думаешь? Что ты говоришь? Становись настолько сильным, насколько это тебе надо. Я тебе завидую. Я бы тоже хотела родиться мальчиком. Нет, ты все делаешь правильно. Что ты хочешь сказать? Маугли, прекрати дразнить Лалу. Она совсем недавно превратилась в настоящую леди. Я права? Совершенно верно, тетя. Нет, нет и нет. Как ты смеешь? Пока. Подожди. Телевидение Дора ТВ. Мерчендайзинг, Рим. Производство Абдабра Кинематографик, Швейцария. Телевидение Дора ТВ. Мерчендайзинг, Италия. Студия мультипликации Ниппон ЛТД, Япония. Продюсеры Орландо Каради, Лоренцо Джелардони, Моника Каради, Киочи Матахаши. Сериал создан по мотивам романа «Книга джунглей», Рейдерда Киппинга. Режиссеры Фумаю Керукоа и Кимаю Ябуки. Авторы сценария Набуйоки Фуджимота, Асае Уотаней, Кенши Йошида. Композитор Хидо Кшимазу. Фильм озвучен в студии SoulPro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Руль озвучивали Ольга Шорохова и Дмитрий Филимонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова